В России объявили экономическую амнистию 4 июля. Соответствующее постановление опубликовала российская газета. Действовать амнистия будет полгода. Предполагается, что на свободу за это время выйдут около 10 тысяч человек по всей стране. Простят тех, кого впервые осудили по 27 статьям Уголовного кодекса, связанные с предпринимательской деятельностью. К примеру, нарушение авторских, смежных изобретательских и патентных прав. Мошенничество, незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Попадают под помилование и те, кто уклонялся от налогов. О том, как нынешнюю амнистию ощутит наш регион и для чего вообще нужны такие меры, мы поинтересовались у бизнес-омбудсмена Чувашии Владимира Иванова. Это, во-первых, сигнал предпринимательскому сообществу, что государство готово идти на послабление наказаний для того, чтобы поддерживать развитие предпринимательства. Ведь предпринимательство – это, по большому счету, риск. А риск оказаться за решеткой, за какие-то свои действия, явные или неявные, желающих заниматься предпринимательской деятельностью резко уменьшает. Предприниматели из Чувашии чаще всего наказывают за мошенничество. Эту статью еще называют резиновой. По мнению специалистов, применить ее можно практически к любой сделке. Также нарушают предприниматели авторские права. Есть случаи незаконной банковской деятельности и предпринимательства. Под экономическую амнистию подпадут лица, которые, во-первых, осуждены уже и сидят в местах лишения свободы. Во-вторых, условно осужденные. В-третьих, условно досрочно освобожденные из мест лишения свободы. И также эта амнистия коснется тех, кто сейчас находится под следствием. Вот непосредственно те, кто сидят в местах лишения свободы, по данному поправления Федеральной службы по исполнению наказаний, это всего два человека. Но, если мы возьмем остальные категории, то число лиц, которые затрагивает эта амнистия, может быть около тысячи человек. Амнистию для предпринимателей объявили в нашей стране впервые. Впрочем, эксперты уверены, это только первый шаг навстречу предпринимательству. Уполномоченный по правам предпринимателей Российской Федерации не раз заявлял, что принципом российского законодательства должно быть следующее. За экономические преступления, экономические наказания. Но ни в коем случае не уголовные. Что касается дальнейших этапов развития, я думаю, что аппарату полномочия подготовит изменения в законодательство, которое будет как раз касаться моментов, чтобы по экономическим преступлениям минимизировать возможность уголовного преследования. И люди бы имели возможность, предприниматели имели бы возможность компенсировать экономический ущерб финансовыми средствами. Не более того. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова